Украинская Академия Наук Украинская Академия Наук Украинская Академия Наук который является первым и уставным в его целях, во-первых, оповестить то, что данное сообщество возрождено, а второй его задачей является, конечно же, выбор председателя, выбор секретаря и выбор членов президиума. И Олег Викторович сказал, нет, председательствовать не буду, буду почетным членом, поэтому стоит вопрос, кого избираем председателя. У нас есть кандидатура Елена Игоревна Лапартьюк, и я прошу, как руководитель регионального отделения, голосовать за эту кандидатуру, кто за эту кандидатуру. Спасибо большое. Елена Глаз, Елена Игоревна Лапартьюк, запишите в протокол, избрана сегодня руководителем, председателем Одесского историко-литературного сообщества, и с чем мы ее все сердечно поздравляем. Теперь, Елена Игоревна, берите просто направление в руки, как уже вновь избранный председатель, как бы, и ведите дальше. Спасибо большое. Ну, первое, самое главное, с чего все начинается, к чему все тянется, это, конечно же, сила. И таким вот физическим проявлением силового компонента всегда считается герб, в котором сосредоточена и символика, и смысл, и будущее одновременно, и самые лучшие традиции, которые уже существуют не одно столетие. В качестве герба на утверждение, на голосование предлагается следующий герб. Прошу голосовать за или против, соответственно. Принимаем ли этот герб в качестве герба нашего Одесского историко-литературного общества? Единогласно. Спасибо большое. Итак, герб принят. 15 октября 2019 года членами Президиума Одесского историко-литературного общества избраны Евтушенко Алексей Иванович, Панченко Ольга Викторовна, Тарасенко Евгения Васильевна, Каруна Дарина Сергеевна и Миревская Алена Дмитриевна. Счемлилась всех и поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ Наше сообщество качественно отличается от всех вообще существующих и существовавших в первую очередь своими целями. Цели различные и очень мощные, обширные и масштабные. Ну, во-первых, самое главное, это, конечно же, сохранение нашего научного наследия, сохранение фактического, действительного наследия, а не того, которое сегодня, к сожалению или к счастью, заявлено на отдельных книгах, ресурсах и так далее. Которые, в общем-то, практически ничем не подкреплены, никакими источниками, никакими настоящими исследованиями и прочим-прочим. И мы как раз говорим о том, что в рамках историко-литературного общества мы прежде всего в человеке должны воспитывать самые, я бы сказал так, лучшие качества, которые... И растить молодых ученых, которые вот в своем пакете личности имеют эти самые выдающиеся качества. В течение ближайшего месяца, в частности, мы будем всячески закладывать фундамент для развития всех этих целей, да. У нас с вами есть несколько ключевых таких очень мощных и непростых задач, да. Когда мы говорим о сохранении научного наследия, речь идет не только о том, что мы будем продолжать традиции наших отцов-основателей, да, и в линии академика Григория Семеновича Попова, и в линии академика Алексея Самуловича Яковлева, и других наших знаменосных академиков, да. Но в том числе будем заниматься, показывать настоящую науку. И не забудем те науки, которые сегодня, знаете, люди вообще некоторые не знают, а другие воспринимают по-другому. Потому что в 19-18 веках существовали науки, они были именно прикладные, они просто назывались по-другому. И надо сказать, что Одесское историко-интернаторное общество, мы, по сути своей, проецировали экспедиционный корпус. То есть это, по сути своей, научное общество экспедиционного корпуса нашего Института памяти и преподавателей Попова. Поэтому все, кто входит в экспедиционный корпус, кто является действительно мечтаем экспедиционным корпусом, это ваше общество. Вот это, по сути. Здесь общество первое научное возрожденное, которое является отражением дел нашего экспедиционного корпуса. И экспедиционный корпус, о чем я с удовольствием поздравляю. Что мы впервые за столько лет создали, воссоздали, реставрировали и явились свету в лице новых, молодых, энергичных ученых. Все-таки всю деятельность нашего экспедиционного корпуса за эти годы. Вот это ваше общество, общество экспедиционного корпуса. Ну и главное наше достоинство, это, конечно же, люди. И поэтому я, во-первых, искренне вас всех поздравляю. И я могу сказать, что академическое сообщество пока еще спит и дремлет и не понимает, что произошло. И для них это осознание дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром, приходить будет очень нескоро. И еще одним качественным таким резким отличием деятельности данного сообщества от всех прочих, коалиций, организаций, групп по интересам является направленность научных исследований. Знаете, сегодня мало кто обладает решимостью и отвагой проводить так называемые междисциплинарные исследования в настыке наук. И вот именно в этом обществе существуют все условия для воспитания новых, достойных ученых. И, опять-таки, сегодня существует определенное стереотипное представление о том, как должен выглядеть профессор, как должен выглядеть доктор, как вообще должен выглядеть ученый. И это представление достаточно бедное, не побоюсь этого слова. Так вот, в ближайших перспективах нашего историко-литературного общества, в том числе, является разработка определенных программ, научно-образовательных программ, которые завершаться будут подготовкой кандидатов, докторов и профессоров. То есть будет сформирован... То есть, по сути, мы планируем и аспирантуру в рамках общества, и планируем докторантуру в рамках общества. То есть это дело следующего года, понятно, мы будем формировать, писать ее с видными умами украинской науки, как бы докторами, профессорами и т.д. и т.п. И, в общем-то, в рамках развития общества будем подобного рода вещи представлять. И все, как говорится, этому совершенно способствует. Во-первых, опять-таки, у нас есть все ресурсы для того. Во-вторых, современная система, которая существует в Украине, которая занимается в том числе образовательной подготовкой, она сейчас меняется. И меняется категорически. И тот порядок, к которому люди привыкли за последние, извиняюсь, 50 лет, он не выдерживает никаких проверок. А как переходить к новому порядку, который уже принят на уровне министерства, люди не знают. Тут так много всего было сказано, и к этому только присоединиться. И сказать, что я себя лично сделаю все возможное и невозможное в развитии этого общества и вывести его действительно на мировую арену, как самая мощная и альтернатива, в общем-то, на мой взгляд, образованию, которое сегодня существует. А это, в общем-то, как мне видится, мы за горами. Все, спасибо. В таком случае первое заседание историко-митерного сообщества состоялось, объявляется закрытым. Спасибо. Поехали. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...